Безнаказанность приводит к развитию вседозвольности, нарушению закона, к эгоизму и зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Следственным комитетом по Карачаевску возбуждено еще одно уголовное дело в отношении заведующего отдела записи актов гражданского состояния по Карачаевскому муниципальному району. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. По данным следствия, 6 июня 2020 года подозреваемая, заведомо зная об отсутствии актовой записи о заключении брака между обратившимися к ней мужчиной и женщиной, осознавая, что она действует за пределами возложенных на нее полномочий, вопреки интересам службы, выдала им свидетельство о регистрации брака. С внесенными заведомо ложными сведениями, в настоящее время сотрудникам следственного отдела решается вопрос об отстранении женщины от замещаемой должности. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на закрепление догадательной базы, установление всех обстоятельств, в том числе мотивов совершенного преступления. Кроме того, органам следствия будет дана оценка действиям обратившегося к заведующей жителя республики, потому как, по имеющимся сведениям, данный дубликат свидетельства о браке, ему был нужен для его использования в качестве доказательства в ходе гражданского процесса по разделу имущества с его якобы бывшей женой. Поэтому по данному факту также будет решен вопрос о выделении в отдельное производство материалов и решаться вопрос о его уголовном преследовании. По делу запланированы следственные действия с целью изъятия компьютерной информации, журналов, документов и иных предметов, которые могут прослужить доказательствами по уголовному делу. Кроме того, ввиду того, что данная заведующая делом ЗАГС ранее уже привлекалась к уголовной ответственности по схожим фактам преступной деятельности, в следственном органе решается вопрос об отстранении ее от занимаемой должности в целях воспрепятствования ее дальнейшей незаконной деятельности. По окончанию следственных действий ей будет предъявлено обвинение и планируется в кратчайшие сроки данное уголовное дело направить в суд для рассмотрения его по существу. Следственными органами следственного управления по Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело по факту мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств, обналиченных использованием государственных сертификатов на материнский капитал. В рамках расследования уголовного дела в качестве обвиняемых привлекаются три местных жительницы, которые вводили в заблуждение женщин, обладающих правом на получение денежных средств. И под различными предлогами похищали у потерпевших эти средства. В связи с этим сотрудники следственного управления обращаются гражданам, располагающим информацию о возможных противоправных действиях, указанных на фотографиях лиц, и просят сообщить по телефону 8-928-396-50-42. Данная группа лиц, оказывающая риэлторские услуги, воспользовались доверием граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, похитилась средства материнского капитала. В нарушении, зная действия федерального закона, дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей и порядок реализации и обналичивания данных сертификатов, данная группа граждан, оказывающая риэлторские услуги, объединившись между собой единый преступный сговор, путем обмана, повторюсь и злоупотреблением доверия, похитили денежные средства граждан. В этих целях они распределили между собой роли в данной преступной группировке. И согласно отведенной роли каждой из участниц риэлторов были похищены денежные средства правообладателей данных сертификатов, а также денежные средства и правообладатели земельных участков, либо частных жилых строений, которые намеревались также реализовать свое имущество, а покупатели, в свою очередь, за счет средств материнского капитала пытались приобрести данное имущество. Введя данных граждан в заблуждение и путем обмана, данная группа риэлторов совершила преступление мошенничества, квалифицируемое статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу на активной стадии проводится все необходимые следственные обысковые мероприятия, устанавливается дополнительно круг участников преступления, которые до настоящего времени также не установлены. Мы полагаем, что данным преступным действием на сегодняшний день установленных обвиняемых могут быть причастны и иные риэлторы, либо иные должностные лица, которые в силу своих полномочий способствовали им совершению данного преступления. Ясно одно, что одному лишь риэлтору совершить данное деяние было невозможно, необходимо были помощи и оказание содействия иных должностных лиц, и в настоящее время это все устанавливается следственными органами. К уголовной ответственности привлечены граждане, я на сегодняшний день называть их фамилию считаю нецелесообразным, это тайна предварительного следствия. Убедительно просим и обращаемся к гражданам нашей республики, если кто-либо стал жертвой подобных схем мошеннических действий, в результате которых они потеряли свое право на денежные средства, предусмотренные данным материнским сертификатом, обратиться в следственное управление по Карачаево-Черкесской республике и сообщить нам о данных фактах. При этом обязан предупредить всех тех, кто пожелает обратиться с данными обращениями, либо с заявлением следственного управления об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных и показаний за ложный донос о совершенном преступлении. Если вы стали жертвой, либо потерпели от преступных действий при аналогичных фактах, мы ждем вас в следственном управлении, можете обратиться в наш адрес, по всем вашим доводам и обстоятельствам будет дана соответствующая правовая оценка. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии просят оказать содействие в розыске без вести пропавшего. Им является житель города Карачаевска. Гаврилов Петр Петрович, 1954 года рождения. В ходе предварительного следствия установлено, что не позднее 2008 года, а в неустановленный следствием период времени, Гаврилов Петр Петрович ушел с животноводческой фермы, расположенной в ауле Хурзук Карачаевского района, и не вернулся. Местонахождение Гаврилова до настоящего времени не установлено. Примета пропавшего на вид 60-65 лет. Выглядит старше своего возраста. Худощавого телосложения рост примерно 160-165 сантиметров. Имеет прищур на правый глаз. В производстве Следственного отдела по городу Карачаевск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республики находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту безвестного исчезновения жителя города Карачаевска Гаврилова Петра Петровича. По инициативе Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии в Карачаевске прошло межведомственное совещание по вопросу подготовки в зимнему туристическому сезону. Горнолыжный туризм в Карачаево-Черкесии становится все более популярным. В новом туристическом сезоне ожидается наплыв тысяч и тысяч туристов. Поводом для межведомственного совещания послужили несчастные случаи, произошедшие за последнее время на курортах республики. По инициативе Следственного управления сегодня проводится межведомственное совещание с целью предотвращения подобных несчастных случаев с участием туристов, местных жителей. Будет открытый диалог с целью выработки профилактических мер, с целью недопущения подобных несчастных случаев, с целью избежания возможных людских жертв. И порядочной туристической деятельности на территории нашего региона. Проблема обеспечения безопасности на горнолыжных курортах многогранна. В горах всегда присутствуют элементы случайности, но свести ее к минимуму вполне возможно. Для решения этой задачи требуется создание комплексной системы безопасности. Негативные показатели в Следственном управлении в ходе процессуальных проверок и расследования уголовных дел детально проанализированы. Мы понимаем, что по-прежнему отсутствует нормативно-правовое регулирование классификации туристических маршрутов, и в том числе по уровням сложности. Кроме этого, есть вопросы по ведению реестра туристского рекреационного комплекса. Регистрируются не все отдыхающие. Есть вопросы взаимодействия с противоловинной службой. Серьезную тревогу вызывают то обстоятельство, что фактически сложившиеся в республике условия горного туризма на настоящее время сохраняется множество опасностей, продиктованных как самими природными явлениями, тоже поднятие уровня рек, селевые потоки, камни, падла, вины и тому подобное, так и связанные с недостатками организации безопасности туристов, местных жителей и работников объектов туристической инфраструктуры. С докладами выступили представители МЧС МВД, Министерства здравоохранения, Министерства туризма и курортов о достаточности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий при возникновении ЧС, порядка оповещения населения на неблагоприятных погодных условиях и проблемах взаимодействия государственных, правоохранительных и муниципальных органов власти. По окончании совещания заместитель руководителя средственного управления указал на недостатки, выявленные в ходе совещания, отметил замечания. Все озвученные замечания обсуждены в ходе совещания и внесены предложения по решению всех вопросов. По итогам совещания приняты решения, в которых отражены меры, направленные на повышение эффективности при организации безопасного пребывания туристов на курортах республики. Сдержать безнаказанность в человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон. Ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа «Следствие СКР-09». До встречи через месяц всех благ и не переступайте черту закона, за который последует наказание. КОНЕЦ 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 Радио Россия Радио Россия Настраивайте Радио России Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.